Александр Дмитриевич, что вас сподвигло идти на новый срок? Вы уже были депутатом по Котельскому поселению, по какому-то округу деревни Котлы. Что вас сподвигло идти в депутаты? Хочу сразу сказать, что я был депутатом не только в деревне Котлах, точнее не в деревне Котлах, а в моем округе было больше 15 деревень, где-то 18 деревень. К сожалению, в некоторых деревнях в этот раз уже не осталось людей, потому что люди уже такого пристойного возраста, они уже ушли из жизни. Почему я пошел на новый срок? Потому что какие-то вещи получилось сделать, какие-то вещи не получилось сделать. Я думаю, что имея уже сейчас какой-то опыт взаимодействия и с администрацией, и взаимодействия с людьми, и так или иначе, в любом случае, мы набираемся опыта и становимся где-то мудрее, где-то умнее, учимся на ошибках. Я думаю, что в этот раз, если люди отдадут свое предпочтение за меня, то у меня получится как-то более эффективно сделать то, о чем я говорил в своей предыдущей предвыборной программе, и о том, чем сейчас я говорю. Скорее всего, поэтому. Как Вы сейчас в данный момент оцениваете вообще ситуацию в Вашем округе в разных аспектах? И строительство, и дороги, и вообще в общем ситуацию. Вы, наверное, знаете, что строительство идет речного морского порта в услуги, и, к сожалению, те застройщики, те фирмы, которые пришли и строят дороги, и те застройщики, которые протягивали электросети, не выполняют своих обязательств по приведению в порядок после себя, после своих строительных работ, тех отрезков дорог или участков дорог, которые они изрядно испортили. Люди очень сильно жалуются, потому что люди, которые приезжают работать, портят, в общем-то, как бы засоряют там все, и дороги разбивают. В общем, мы как можем, как администрация, и я, как депутата, пытаемся разговаривать с этими фирмами, чтобы они все это делали. Вот. Большая проблема есть с электричеством непосредственно в моем избирательном округе. Это тоже большая проблема, которую надо решать, и она не решается, ну, ее надо как бы в комплексе решать, потому что те трансформаторы, которые стоят в деревнях, они не справляются. Местные жители, их осталось немного в деревнях, очень много приезжает дачников, много электропотребителей, и те трансформаторы, которые стоят, они не справляются. Следующая проблема, мы уже сказали, это дороги, электричество, это подвоз продуктов, это автолавки, которые приезжают, бывают с перебоями, приезжают, вот, потому что люди не имеют возможности посещать магазины. Ближайший магазин это в поселке Котельский. Вот еще есть сельские магазины, но пожилые люди, они не имеют возможности, надо, чтобы этот момент тоже урегулировался. Вот, ну, в общем, как бы, считаю, что очень много есть вопросов, которые надо решать, чтобы у людей было достойное проживание. Ну, то есть, и вы готовы это решать? Все, что возможно в моих руках, как депутата, как человека, как я решал и буду решать, и всегда открыт, и люди всегда звонили на протяжении всех этих пяти лет, если дороги не чистились, если были какие-то проблемы, если малоимущие люди были, или люди, которые попали в тяжелые трудные обстоятельства, звонили, и все, что возможно было в моих руках, мы делали. Ну, а вот, может быть, самую важную проблему, какую бы вы хотели бы решить в своем округе, ну, самое важное, то есть, возможно, это конкретно дороги или, может быть, какие-то другие проблемы есть? Вы знаете, если честно, я не могу без слез смотреть на то, как наши пенсионеры, наши ветераны живут в наших деревнях, в нашем поселении, ходя по их домам и говоря им о том, что у нас будет светлое будущее, и мы что-то изменим, в глазах этих людей уже нет никакой надежды. Хотелось бы, хотелось бы этот момент как-то подтянуть, потому что люди живут, у людей нет дров, у людей, люди, ну, просто выживают, а я считаю, что и так должно быть, и люди, которые прошли Великую Отечественную войну, и были узники, и в таких вот обстоятельствах живут, как бы, я считаю, что пенсионеры потом, я считаю, что наши дети, нашего поселения, как-то надо улучшать их, занимать их свободное время, больше придумывать какие-то спортивные секции, мест, где они могли бы проводить свое время, почему? Потому что если в свободное время дети будут собираться во дворах, или потом это все закончится очень печально, если мы, взрослые, не займем их свободное время, они найдут чем заниматься плохими вещами. Ну, то есть, как можно понять с Ваших слов, основное ударение Вы хотите сделать на социальные вопросы, это пенсионеров и молодежи. Молодежь и пенсионеры, совершенно правильно. Но Вы уверены в своей победе? Я считаю, что то, чем я занимаюсь, то, чем занимается организация, в которой непосредственно я работаю, я являюсь вместительным директором в Эльбитсуном центре «Новая жизнь», мы уже работаем 20 лет, помогаем людям по вашим трудным обстоятельствам жизненные. И я думаю, что люди, они видят то, чем непосредственно я занимаюсь, и я считаю, что отдав свой голос в мою пользу, люди не пожалеют. Хорошо, спасибо Вам на удачу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!